Всем привет! Сегодня поговорим об установке моей авторской сборки Zorin 12.4 с флешки на жёсткий диск. Заодно я немножко расскажу о Zorin. Ну, а как можно скачать её? Под любым моим видеороликом имеется вот такая вот строка в мой сайт. Нажимаете на эту строку. Здесь чуть-чуть колёсиком вниз пробегаете, нажимаете на крок. Это моя кладовочка. На кладовочке, значит, идёте в сборке Алексея. И вот здесь пробегаете в самый низ. Имеется Zorin. Правой кнопкой мышки, не отпуская её, тянем курсор сюда, отпускаем, и пошло скачивание. Но я этого делать не буду, я уже это дело скачал. Это можно сделать на винде, это можно сделать на линуксе. Скорее всего, это можно сделать и на макинтоше. Дальше, когда вы это дело скачали, опять-таки, независимо от операционной системы, вам нужно проверить эту сборку, ну, этот изообраз. Вот, включаете виртуальную коробочку. На виртуальной коробочке, пожалуйста, вот, настроить. У меня там уже было на другой настроенной. Ну, сейчас вот я просто носителя поменяю. Так. Где рабочий стол? Ну, вот у меня этот образ. Нажимаю ОК. И запускаю. Ну, уж не о нюансы настройки виртуальной коробочки. Вы поищите в сети. Что вам тут, это самое, вдалбливать не буду. Появляется вот такая вот менюшка. Ну, можете нажать Enter, можете подождать. Тут он, пару секунд осталось. И пошла загрузка. В виртуальной коробочке всегда в том, как я это называю, поделить образ битый или не битый. Если образ грузится на виртуальную коробочку, ну, вот Zorin появился уже, Zorin OS, Zorin Операционная Система 12, ну, 12.4 на самом деле, то этот образ можно записать на флешку, а с флешки, значит, записать на флешку. На жесткий диск. Или пользоваться на флешке, как вам нравится. Да, этим же образом можно установиться. То есть, если вы мою сборку записали на флешку, вы на этой флешке можете работать как на полноценной операционной системе, а если у вас на жестком диске что-то полетело, то с этой флешки всегда можно будет восстановиться. Вот таким вот образом. Ну, сейчас немножечко мы подождем. Вот, грузится сборка не очень, там, скажем, быстро, но нормально. Какой получился, скажем так, образ. Образ. Для этого я зайду на флешку. Значит, два целых, практически я установил все свои программы, скажем так, мой джетельменский тамбор, которым я обычно всегда и пользуюсь. Поэтому, в принципе, это, скажем так, нормальный размер для изообраза. Изообразы обычно бывают размерами до 4 гигабайт. Поэтому я считаю, что этого вполне достаточно. То есть, запомните, виртуальную коробочку можно, значит, крутить на любой операционной системе. На Винзе, на Маке, на Линуксе. Без разницы, где вы находитесь, вы скачали образ, поставили виртуальную коробочку, запустили, настроили, подключили образ, и если, значит, он у вас грузится, то этот образ можно будет записать на флешку. Сама сборка, вот эта вот, видите, она грузится долго. Ну, она начала грузиться, так она и будет грузиться. Сейчас я немножко прервусь. Ну, вот образ забрузился на виртуальную коробочку. Для меня это достаточно. Теперь, значит, этот образ нужно будет записать на флешку. Значит, опять-таки хочу вам подчеркнуть вот несколько нюансов при записи образов на флешку. Программа G-Party, практически она на любом Линуксе есть. Какой бы вы ни скачивали, даже на официальном образе Зорина, значит, не настроенном, G-Party есть. Набираете вот здесь вот менюшки там GP, и у вас этот Зорин появляется. Вот. Запускаю я G-Party. Заводим нашу единичку. И, значит, смотрим во-первых, на характеристики вашего диска. Потому что более старые диски, у них таблица разделов сделана в формате MS-DOS. А более новые в формате G-Party. Отсюда, значит, у одних, значит, сборка встает, у других нет. И прямой сразу вот такой вывод информации нет. А какой же у меня диск? Вот. Идете в вид. Информация об устройстве. И вот тут написано, видите, MS-DOS. Если же у вас диск GPT, то вам тогда нужно будет создать специальный раздел где-нибудь там на 256, на 512 мегабайт в формате FAT32. Сделать его BOOT ESP. Флажок ему выставить. Флажок выставляется вот управление флагами. И здесь вот у вас должно стоять BOOT ESP. Делаете вот такой разделчик. Затем делаете себе корневой раздел там где-нибудь там на 20, на 30 гигабайт. Делаете swap файл в зависимости от вашей оперативки. Ну, где-нибудь там если у вас оперативки там 8 или 16 гигабайт, ну, сколько же, в принципе, можете сделать и swap раздел. Ну, вот. Ну, и домашний раздел делайте, по желанию. У меня, допустим, на основном линоксе. Значит, вот он 300 гигабайт я сделал. Ну, вы можете сделать там и 50, там и 40. Зависит от вас. Вот такие принципы. А на обычный, скажем, MS-DOS-овский диск я это не сделал. Я вот сделал два раздела. Один на 25 гигабайт. У меня единственное, что флагами я отметил ESP. И сделал домашний раздел. Ну, на 74, там на 75 гигабайт. Вот и всё. А дальше, значит, встает проблема какая. Нужно этот образ записать на флешку. На Виндин можете использовать программу Rufus. В ней есть хороший выбор. Там можно выбрать и MS-DOS, таблицу разделов, и GPT, плюс у Ефи. Посмотрите, как у вас там будет стартовать и так далее. Вот. На Linux, допустим, на Минте я нахожусь, но у меня тут вообще, как говорится, голова не болит. Я, значит, вон по образу кликнул правой кнопкой мышки и нажал на создание загрузочного носителя. И записал образ на флешку. Ну, вот практически и вся недолга. Значит, сайт, значит, вот, пожалуйста, есть сайт, значит, Зорина, называется zorin os.com Тут имеется сведения и об авторе. Тут он, что-то там про Куки, наверное, что-нибудь спрашивает. Вот мы нажмем оба. Кто большой любитель английского языка, то вот берите. Если нет, можете копировать информацию, идти в Google переводчик, там переводить и, как говорится, просвещаться. Ну, а я сейчас перейду на флешку, где прямо с флешки вам буду показывать и рассказывать, как я, значит, устанавливаю zorin. Итак, я запустился с флешки, но сразу просится скайп, ну, я пока его тормозну. Вот, практически так выглядит на флешке моя сборка. Вот я нажимаю на кнопочку Планк и появляются, как говорится, все необходимые вспомогательные программы. Ну, поскольку я сделал сборку программой SystemBug, то при помощи программы SystemBug мы и будем записывать эту сборку. Ну, давайте так. Значит, вот я нажму на SystemBug. Поскольку, значит, я хочу, чтобы имя пользователя оставалось юзер, пароль был единичка, то я нажму на SystemCopy. А если вы хотите, чтобы у вас было другое имя пользователя и другой пароль, нажмите вот SystemBug Install, и тут заведите свое имя пользователя, свой пароль, там, и так далее. Ну, читать умеете, почитаете. Я же нажимаю на SystemCopy и сразу попадаю вот сюда. Именно отсюда и будем вставить мою, значит, авторскую сборку. То есть, поняли, что в отличие от официальных образов, которые ставятся при помощи, там, значка Install, стол, на него нажимаешь и пошло там, выбираешь там языки, местоположение и так далее. Здесь многие вещи уже предустановлены, поэтому ставить их будем вот таким образом. Я, значит, ставил официальный образ вот на 11-й раздел и на 12-й. И, значит, брал, настраивал там все, в конце концов, создал вот этот образ операционной системы, записал его на флешку и сейчас вот буду просто самым жесточайшим образом форматировать вот эти разделы, которые я создал и поверх них устанавливать все это дело с флешки. Вот, представьте, вы там что-то там работали на жестком диске и полностью запорули себе там один из разделов или даже оба. Ну, у вас осталась флешка записанная моей сборкой. Что вам нужно делать? Вот первое. Значит, отметить раздел как корневой. Пойти вот, нажать на зеленую эту стрелочку и вот тут появится крестик. На этот раздел значит отметить его как домашний фум и на него нажать вот этот крестик. Вот практически и все. Своп ну, не знаю своп там нужен будет там она ну, давайте вот еще своп подключим. вот три раздела своп файл значит затем корневой и домашний разделы. Вот практически вот все дело сделано. Ну, давайте я нажму на кнопочку next следующий и старт ну, теперь подождем когда все это дело установится затем при помощи программы G-Party проверим что и как и попробуем уже стартовать жесткого диска. Итак, программа CISTOBAC закончила установку операционной системы на жесткий диск. теперь давайте посмотрим что у нас здесь имеется на G-Party заведем единичку и посмотрим разделы и так значит вот на 11 разделе видите само подставилось ESP то есть мне больше ничего делать не нужно и домашний раздел ну и плюс мы подключали все это дело клинук свопу к разделу подкачки так что теперь я постараюсь перестартовать компьютер каким образом выключу флешку и стартую его и дальнейшие значит уже особенности Зорина 12.4 я уже расскажу с раздела жесткого диска так я стартовал жесткого диска ну тут вот скайп просится запуститься значит нажмете поехали заведете свои там пароли и подсоединитесь к скайпу это дроп бокс также просит значит дать добро ну я их пока не подключаю это уже вы сделаете сами кнопочку планка я сделал планк в автостарт не ставил минус здесь какой тут очень трудно найти автостарт значит вот нажимаете на планк у вас все ваши программы как говорится под рукой значит ну что значит особенностью зорина является то что у него вот это место на верхней панели по нему хоть до утра кликай правой или левой кнопкой мышки никаких настроек панели не выползет то есть они довольно-таки здесь скудноватые значит никакой гаджет на них не вести на них не завести и так далее и вообще эту панель он называет избранное и в эту панель значит вот он зорин разместил как говорится вот такие вот программы из списка избранного ну кому как нравится в принципе важное дело того как она самооперационная система настроена а здесь я практически установил все свои программы из моего джетменского набора гаджет погода вот получился вот здесь вот значит заводите там свое местоположение или город набираете там буковками он вам ищет и выдает вам погоду значит в зависимости от вашего места там положения вот хороший гаджет тоже всегда под рукой значит ну давайте посмотрим что же в данной сборке есть значит ну что вот аудиовидео ну во первых программа для редактирования звука audacity программа для записи с экрана OBS и Simple Screen Recorder вот они две программы программа OpenShot это видеоредактор паром видеоплеер пожалуйста можете значит смотреть телевизионные программы их достаточно много иметь доступ только те да кто входил в сам на русском языке есть на украинском есть на белорусском по парочке каналов вот дальше смотрим то есть аудиовидео представлено в нормальном наборе можно смотреть ролики можно их редактировать можно там записывать программа значит вот я для просмотра поставил сам плеер также хотя есть еще один видеоплеер и другой три видеоплеера на ваш вкус смотрите сами дальше значит офис стоял пятерка я обновил по самое не могу и теперь стоит самый последний офис на сегодняшний день я вот вчера с сайта скачивал там устраивал настраивал вот пожалуйста проверка обновлений давайте посмотрим вот LibreOffice последняя версия версия 6.1 вопросов есть вопросов нет на русском языке все нормально это значит таблицы и значит офис ну вот покажу еще вот для написания документов офис райтер тоже нормально полностью совместимо с продуктами Microsoft офис может сохранять документы в их форматах может в своем хорошее бесплатный офис дальше я не игроман поэтому тут посмотрите там что вас устроит ну самый минимальный набор как говорится для времяпровождения у вас тут есть значит что еще ну давайте пойдем дальше интернет ну здесь у меня говорится всегда как обычно я ставлю две кладовочки маленькая кладовочка Dropbox до 4 гигабайт можно получить место при регистрации и Megasync 50 гигабайт 50 поэтому смотрите значит обе значит позволяют синхронизировать свои файлы проблем не будет Skype поставлен TeamViewer поставлен значит TeamViewer я активировал но если он сейчас будет чудеса творить а нет есть ну по крайней мере вот здесь вот в опциях надо вот отметить что принять и тогда он у вас вроде бы как активируется так сейчас я его закрою пошли дальше что еще хорошего значит ну программа для скачивания торрент файлов Transmission для скачивания файлов просто больших размеров Uget WhatsApp WhatsApp если у вас есть мобильник на нем WhatsApp то вот в это приложение значит подключается спокойненько значит у вас все сообщения могут значит перетекать к вам на рабочий стол вот ну а также значит есть VyDesktop ну это по типу Skype но еще более такая секретная вот поэтому значит я считаю что интернет здесь представлен ну довольно-таки хорошо вот две программы Empathy и Geony ну разбирайтесь с ними сами я ими практически никогда не пользовался так вот такие вот скажем нюансы значит о программе дальше что имеется значит из системных утилит ну SystemBug есть настройка меню загрузки значит есть ну Megasync стоит так Ubuntu Cleaner ну два Cleaner у меня стоит Ubuntu Cleaner и стоит еще Stacer два хороших пылесосика вот то что значит я вам говорил значит Zorin Appearance то есть внешний вид Zorin вот я выбирал средний затем шел на панель и выбирал чтобы панелька была сверху но вы можете допустим вот взять вот этот пойти на панельку и тоже ее наверх поместить ну давайте посмотрим что здесь будет получаться наверное примерно то же самое так пробую да посмотрите поиграйте снова можно поменять непрозрачность вот мне это нравится можно сделать панель вообще как говорится там чтобы они в воздухе висели тоже выглядит необычно но красиво то есть штука такая неплохая смотрите сами значит ну и запомните что когда вы стартовали компьютер чтобы видеть нижнюю панель если производить какие-то серьезные работы то надо нажать вот на значок планка вот практически и все дальше так из системных утилит виртуальная коробочка есть зорин оперенс есть так установка программ вот я вынес ее сюда синаптик добавил зорин синаптик ставится через установщик программ то есть автоматически он не был поставлен вот можно двумя этими источниками программ пользоваться и устанавливать или удалять там разные программы дальше ну поползайте посмотрите значит практически поначалу зорин мне сказать это самое не понравился скажу честно из-за того что я всегда люблю на эту панель какие-нибудь свои значки там ставить что-нибудь там по типу там погоды автоматически автоматически там получают на каждые там 15 минут и значок выхода из системы тоже у меня обычно всегда стоит но это на любителя ну в принципе зорин понимает все команды значит затем можно сделать копию видео изообраза или вкапную копию системы на qt5fs архивер я поставил и вместо time shift вот у зорина есть такая программа джа вот она программа для создания резервных копий надо здесь сразу указать где хранить я сделал папочку джиоп затем значит исключил загрузки чтобы она там у меня в загрузках много всегда чего бывает расположение резервных копий я тоже указал папочку джиодуб вот так вот она любит ее называть значит ну и как говорится вперед из песней создание резервных копий не запланировано ну а мы вот можем взять ее и создать вот смотрите 10.23 ну 10.23.30 пускай она себе берет ее и создает а мы пока займемся другими значит вопросами разрешить да восстановление без пароля да без пароля какая нам разница тут важно просто посмотреть создавал я копию значит этой программы резервные копии системы у меня получился получилась папка размером до 1 гигабайт это в 900 чем-то мегабайт внутри этой папки значит было там масса там самых различных там программ которые были установлены ну в принципе ничего тут такого сложного нет зерную копию вот таким еще образом можно делать поэтому по степени надежности могу сказать следующее один вариант создания копии бэкапа плюс изообраз второй вариант ну и вот этот вариант создания резервных копий тоже вот уже пишут резервные копии ну давайте глянем что там нет это видео она что уже создала ее ну давайте глянем проверяем 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 вот так смотрите я выхожу скажем так вот динчат дуб давайте посмотрим размеры этой папочки 362 мегабайта всего лишь и вот то что она сюда значит это самое посчитала нужным включить создание копии вот таким вот образом и довольно-таки быстро создает резервные копии то есть проблем тут с резервной копией защитой и восстановлением тоже нет на удивление встал как говорится безо всяких на ура систем баг я вас там не знаю на каких пакетах основан дебяновских зорин может быть на восьмых с девятыми всегда там проблемы бывали он что-то не принимал и не хотел принимать систем баг вот ну а по крайней мере сам по себе значит вот образ получился хороший такой эластичный программы значит ну все практически встали посмотрите поползаете значит мое такое впечатление что вы можете посмотреть получиться ставить зорина на различные диски на жесткие на MS-DOS на GPT но только еще раз повторяю на GPT диски пожалуйста не забывайте создавать отдельный раздел загрузочный там на 256 на 512 мегабайт в формате FAT32 отмечать его как boot ESP с флагами ну вот и тогда у вас он и на GPT установится вот если вы на винде то вот этот образ который вы скачали моей сборки в программе Rufus там есть опция значит UEFI GPT вот под этой опцией значит и записывайте образ на флешку и будет как говорится вам счастье вот ну ладно значит самое основное значит вот о сборе я сказал запомните что если на операционную систему у вас устанавливаются все программы которые вам как говорится нравятся и которые входят в ваш джеркменский набор ну а почему тогда ее и не пользоваться пожалуйста пользуйтесь ну может быть несколько там вещей там непривычных необычных здесь вот допустим если я хочу удалить какой-то файл вот здесь нет вот просто удалить а его переместить надо в корзину и уже потом вы значит из корзины вот пожалуйста можете значит нажать опцию очистить корзину и он вам корзину значит там очистит вот таким вот образом то есть Zorin 12.4 версии вполне скажем достоин того чтобы использоваться на различных компьютерах вообще последние годы вот пару лет особенно почти что все линуксы они очень здорово подтянулись во первых изменился внешний вид большинства из них в лучшую сторону больше возможностей кастомизации то есть настроек там самых различных вот арчеподобные линуксы они практически сейчас сделали очень хорошие графические установщики на арч линукса и поэтому их стал оставить гораздо проще и у них появилось еще больше как говорится поклонников и любителей ну что значит я единственное покажу вам что мне не понравилось вот нажимаю на параметры тут я специально значок вынес практически во всех линуксах есть такая штучка автостарт а здесь вот я ее искал искал со свечкой под кроватью а вот нету вот хоть ты умри вот видите нету а я хотел некоторые программы поставить в автостарт некоторые программы наоборот убрать из автостарта очевидно надо там идти в деконфейк гитер там ползать молзать но нет вот такого простого способа быстрого и прямого доступа к настройкам автостарта вот ну для тех кто будет основательно возиться с этим делом ну попробуйте посмотрите я не возражаю вот но дело то в том что все программы которые я хотел назорены то встали ну то есть ручки надо иметь и у вас практически на большинстве систем будет у вас все стоять и работать вот а там уже дело ваше выбирайте сравнивайте смотрите ну линукс это вообще очень хорошая штука и хорошее увлечение ну ладно я считаю что некоторые вам начальные сведения об установке моей авторской сборки значит я вам выдал некоторые сведения дал значит о зорине ну и плюс всегда значит в поисковой строке любого броизера наберете там английскими буковками зорин пробел ОС операционная система и вы на этот сайт вам откинет как можно попасть ну сайт на английском языке поэтому пользуйтесь там переводчиком читайте смотрите поищите в русскоязычной сети отзывы об операционной системе зорин вот ну то что тут сказать вот лично у меня вообще никаких проблем не возникло вот пожалуйста смотрите все мои программы как говорится стоят и и работают и нормально работают вот так что я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых Продолжение следует...